Как убедительно и лаконично объяснить человеку необходимость причащения? Необходимость причащения объясните человеку так. Возьмите 6 главу Евангелия от Иоанна и читайте. Например, стиха 6 главу Евангелия от Иоанна. И читайте, ну, примерно, стиха с 27-го или с 30-го. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог. Отцы наши ели манну в пустыне, говорят Ему, евреи Иисусу, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба. А Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру. Это причастие. Вот, внимание, вот это надо прочесть человеку. Или пусть сам прочтет. Хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру. Ему сказали, подавай нам такой хлеб. Он сказал им, я есмь хлеб жизни. Ну, собственно, с 35-го стиха. Иоанна 6, 35 и дальше. Я есмь хлеб жизни, говорит Господь. Приходящий ко мне не будет алкать, то есть голодным не будет. И верующий в меня не будет жаждать никогда. Дальше. Я есмь хлеб, сшедший с небес. Они говорят, не Иисус ли это? Сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем. Как он говорит, что он сошел с небес? Иисус, значит, не объясняет им ничего, но продолжает. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей жив будет вовек. Хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Пять иудеи стали спорить, как он нам может дать плоть свою есть. Он опять ничего не объясняет. Говорит, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинная пища, кровь моя истинное питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Одним словом, шестая глава Евангелия от Иоанна. Надо прочитать. Ему одному или вам с ним вместе. Если поймет, слава Богу, не поймет, значит, будем ждать, когда поймет. Ну и сопутствующую другую литературу читайте. Своими словами ничего не объясняйте, у вас не получится. Берите Святое Евангелие и читайте вместе с ним. Просто нет жизни в человеке. Это для очищения, питания, укрепления, вразумления, вооставления грехов. В конце концов, ешьте от хлеба всего, значит, это плоть моя за вас ломима. Вооставление грехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова